Весьма поручительная история Весьма поручительная история Мазгарсуд утвердил аресты фигурантов дела Беринг-Восток, несмотря на высокие гарантии 9. Газета «Коммерсант» номер 35 от 27 февраля 2019 года, СТР Один Мазгарсуд 26 февраля оставил под арестом двух фигурантов громкого дела о хищении 2,5 миллиарда рублей в банке Восточный экспресс экс-голову этого кредитного учреждения Алексея Кардичева и делового партнера инвестфонда Беринг-Восток Вагана Абгарина Несмотря на поручительство весьма влиятельных политиков, бизнесменов и общественных деятелей Суть не нашел оснований отменять для подследственных, которых СКР считает исполнителями преступления, меру пресечения в виде содержания под стражей Это фактически лишает шансов на выход из СИЗА и основателей фонда Майкла Калви, которого следствие называет организатором хищения Состоявшиеся во вторник заседания Мазгарсудо, рассмотревшего вопрос об обоснованности заключения под стражу двух фигурантов дела о хищении в Восточном экспрессе, вызвали повышенный интерес Дело было даже не в личностях самих обвиняемых бывшего руководителя банка Алексея Кардичева и крупного бизнесмена Вагана Абгарина Исход разбирательства давал основания прогнозировать и дальнейшую судьбу основного обвиняемого основателя Беринг-Восток Майкла Калви, чей арест вызвал очень острую реакцию в российских деловых кругах Первой рассматривалась жалоба на арест защиты господина Абгарина Добиваясь перевода своего подзащитного под домашний арест или его освобождения под залог в размере 5 миллионов рублей Адвокаты предоставили суду 42 поручительства от видных политиков, бизнесменов и общественных деятелей Среди которых были совладелец Альфа-банка Петр Авин, главар ФП Кирилл Дмитриев и посол Армении в России Вардан Таганян Защита утверждала, что у суда первой инстанции не было никаких оснований заключать господина Абгарина под стражу Поскольку инкриминируемое ему деяние однозначно относится к сфере предпринимательской деятельности Наш клиент не пачку бумаги украл в офисе Заявил в суде адвокат Рустам Кармаев Он участвовал в принятии решения об утверждении соглашения При этом, прежде чем его утвердить, ознакомился с заключением экспертов банка Прозвучавшее в суде первой инстанции доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, бизнесмен может скрыться Оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства Защиту сочла необоснованными Поскольку при желании господин Абгарин мог уехать из страны за долго до ареста А уничтожить документы банка или повлиять на его сотрудников он не имеет возможности Поскольку в кредитном учреждении никаких руководящих постов не занимал и не занимает Почему Майкл Калви выйдет из СИЗА только с партнерами? Представитель потерпевшей стороны Владислав Тепляев, в свою очередь, заявил, что если господина Абгарина отпустят из СИЗА То ему ничто не мешает сесть ночью в такси и доехать до французского или американского посольства И мы получим еще одного Джулиана Асанжа в Москве, сказал господин Тепляев Не конкретизировав, впрочем, свою мысль Также он отметил, что действия бизнесмена нельзя считать предпринимательской деятельностью Поскольку ее целью должно являться извлечение прибыли, а не личное обогащение, как произошло в данном случае Сам господин Абгарян, выступавший в режиме видеоконференции, заявил, что был удивлен Когда узнал, что заявитель по делу Шерзот Юсупов утверждает, что его ввели в заблуждение при заключении сделки, которая легла в основу уголовного дела Я знаю Шерзота как одного из самых опытных банкиров России Заявил обвиняемый, и просто не верю, что его можно было ввести в заблуждение Тем более, что он и ознакомились с одной и той же стопкой документов экспертов Также господин Абгарян упомянул о рисках, с которыми, по его мнению, может столкнуться российская экономика в результате ареста таких инвесторов Как Майкл Калви и директор финансового департамента Баринг-Восток Филипп Дельпаль Баринг-Восток Капитал Привлек в Россию более 4 миллиарда долларов иностранных инвестиций Заявил обвиняемый, это стратегически важная деятельность О чем неоднократно говорил и наш президент Господин Абгарян также отверг возможность того, что он скроется Он напомнил, что накануне ареста ездил на похороны матери в Армению, но вернулся Мой отец сейчас также попал в больницу, и боюсь, он не выдержит еще и уголовного дела против меня, сказал обвиняемый, попросив отпустить его из СИЗО Однако суд принял сторону следствия и жалобу защиты отклонил По схожему сценарию проходило заседание и по жалобе адвокатов Алексея Кордичева Правда, его защита попросила заслушать супругу обвиняемого Марию для характеристики его личности Суд, несмотря на протесты следователя и прокурора, согласился Мария Кордичева попросила отпустить мужа под домашний арест, сказав, что он отличный семьянин У нас с ним уже трое детей, добавила она, старший уже ходит в школу, младший в детский сад, а самого младшего я неделю назад родила Теперь, сказала женщина, она без помощи супруга не успевает заниматься сразу всеми датьми Когда обвиняемому предложили задать жене, как свидетелю, вопросы, он ограничился одной фразой Хочу сказать, что очень люблю тебя Кто есть, кто в деле Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Глава совета директоров банка Восточный слеж По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем первого коллекторского бюро ПКБ, взял у банка восточные кредиты на 2,5 миллиарда рублей, а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании Для сделки акции были оценены в 3 миллиардах рублей, однако следствие считает, что их цена равна 600 тысяч рубль Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Глава совета директоров банка Восточный по данным следствия, господин Калви, будучи владельцем первого коллекторского бюро ПКБ, взял у банка восточные кредиты на 2,5 миллиарда рублей А в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании Для сделки акции были оценены в 3 миллиардах рублей, однако следствие считает, что их цена равна 600 тысяч рубль Фото, коммерсант, Кристина Кармелий Цина Шерзот Юсупов, член Совета директоров и акционер банка Восточный слеж БПА, 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры Фото Максим Владимиров, гендиректор на ООПКБ слеж БПА, по версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку Восточный в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Аристован Максим Владимиров, гендиректор на ООПКБ, по версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку Восточный в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Аристован фото, коммерсант, Петр Косин, Филипп Дельпаль, глава финансового департамента По версии следствия, будучи членом совета директоров Банка Восточный, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Арестован Филипп Дельпаль, глава финансового департамента По версии следствия, будучи членом совета директоров Банка Восточный, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Арестован фото, коммерсант, Петр Косин, Алексей Корджичев, советник председателя правления Норвикбанка Слеш, БПР, бывший председатель правления Банка Восточный По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Арестован По словам его адвоката, сотрудничает со следствием Алексей Корджичев, советник председателя правления Норвикбанка, бывший председатель правления Банка Восточный По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку Восточный в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Арестован По словам его адвоката, сотрудничает со следствием фото, коммерсант, Петр Косин Ваган Абгарян, акционер банка Восточный Слеш, БПР По версии следствия, будучи членом совета директоров Восточного, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 миллиарда рублей Акциями люксембургской компании АФТГ Арестован Ваган Абгарян, акционер банка Восточный По версии следствия, будучи членом совета директоров Восточного, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 миллиарда рублей Акциями люксембургской компании АФТГ Арестован Фото Коммерсант Петр Косин Иван Зюзин Директор по инвестициям Беринг Восток Слеш ББР По версии следствия, будучи членом совета директоров банка Восточный, участвовал в машиннической сделке в 2,5 миллиарда рублей Акциями люксембургской компании Акциями люксембургской компании AFTG Арестован фото, коммерсант Петр Касин Артур Карпов, судья Басманного райсуда Москвы слеж BPA Избрал фигурантом дело меру пресечения в виде ареста Артур Карпов, судья Басманного райсуда Москвы Избрал фигурантом дело меру пресечения в виде ареста Фото, Открытая Россия Артем Аветисян, крупнейший миноритарий Член Совета директоров Банка Восточный слеж BPA Участник борьбы за контрольный пакет Банка По словам Майкла Колви В 2018 году в Международный Третьейский суд Лондона Был подан иск, в котором говорится Что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам С признаками мошенничества Артем Аветисян, крупнейший миноритарий Член Совета директоров Банка Восточный Участник борьбы за контрольный пакет Банка По словам Майкла Колви В 2018 году в Международный Третьейский суд Лондона Был подан иск, в котором говорится Что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества Фото, коммерсант Дмитрий Азаров Дмитрий Клеточкин Адвокат Майкла Колви Партнер юридической фирмы Рустам Курмаев И партнеры по версии защиты Причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Беринг-Восток За контроль в Банке Восточный с крупнейшим миноритарием банка Артемом Аветисянам Фото, Рустам Курмаев и партнеры Майкл Колви Гражданин США Основатель инвестиционной компании Беринг-Восток Глава совета директоров Банка Восточный по данным следствия Господин Колви, будучи владельцем первого коллекторского бюро ПКБ Взял у Банка Восточный кредиты на 2,5 миллиарда рублей А в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, IFTG Для сделки акции были оценены в 3 миллиардах рублей Однако следствие считает, что их цена равна 600 тысяч рубль Фото Коммерсант Шерзот Юсупов, член совета директоров и акционер Банка Восточный 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы В результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Колви и его партнеры Максим Владимиров, гендиректор на ООПКБ по версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку Восточный в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании По версии следствия, будучи членом совета директоров Банка Восточный, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей Акциями люксембургской компании Аристован фото Коммерсант Алексей Корджичев, советник председателя правления Норвикбанка, бывший председатель правления Банка Восточный По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку Восточный в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Аристован По словам его адвоката, сотрудничает со следствием Фото, коммерсант Ваган Абгарян, акционер Банка Восточный По версии следствия, будучи членом совета директоров Восточного, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей Акциями люксембургской компании Аристован фото Коммерсант Иван Зюзин, директор по инвестициям По версии следствия, будучи членом совета директоров Банка Восточный, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей Акциями люксембургской компании Афтеги Арестован Фото, коммерсант Артур Карпов, судья Басманного райсуда Москвы Избрал фигурантом дело меру пресечения в виде ареста Фото, открытая Россия Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров Банка Восточный Участник борьбы за контрольный пакет Банка По словам Майкла Калви, в 2018 году в Международный третийский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества Фото, коммерсант Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы Рустам Курмаев и партнеры По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Беринг-Восток За контроль в Банке Восточный с крупнейшим миноритарием банка Артем Аветисяном Фото, Рустам Курмаев и партнеры Смотреть Минус В свою очередь адвокаты настаивали, что повлиять на ход расследования господин Карличев не может, поскольку в Банке Восточный экспресс давно не работает, и также говорили, что все его действия относились к сфере предпринимательской деятельности Обвиняемый поддержал свою защиту, попросив дать ему возможность находиться с семьей Но и он был оставлен под арестом Уже после заседания стало известно, что Центр общественных процедур, ЦОП, бизнес против коррупции, сопредседателем которого является бизнес-омбудсмен Борис Тетов, намерен провести независимую юридическую экспертизу по уголовному делу Восточного Руководить ею будет другой сопредседатель ЦОП, известный адвокат Анатолий Кучерена Результаты планируется представить через месяц Алексей Соковнин